В канун объявленной Всемирной Организацией коронавирусной пандемии министром травоохранения Украины был назначен Илья Емец. С его подачи правительство Украины с 12 марта ввело полный карантин для всей страны. Остановили даже киевское метро. Народ стал набиваться в маршрутке, как сельди в бочку. Верховная Рада приостановила пленарные заседания. На улицах запретили собираться более чем подвое, а украинские националисты вообще наплевали на новый режим. Зеленского долой скандировали под стенами офиса президента Украины тысячи ветеранов гражданской войны в Донбассе в День Добровольца. И знаете, что обратило на себя внимание? Среди собравшихся было много уже вполне себе зрелых людей. И подумалось, ведь это и участники еще первого националистического Майдана от Ющенко 2004 года. Когда тоже думали, что противопоставление Украины России быстро все решит. И экономика наладится, и коррупции не будет. А вот хлопцы эти уже и посидеть успели. И даже повоевать по-настоящему. И друзей на гражданской потерять. И обмануться не раз. И на Европе нажечься. И обеднеть в конец. А все кричат одно и то же, словно заведенные. Интересно, как будет выглядеть этот коллективный портрет поколения через 5 и 10 лет? И сколько в этих рядах будет молодежи тогда на каком-нибудь очередном Майдане? Уже сейчас не густо. Неужели это уходящая натура? Впрочем, вернемся к министру здравоохранения Украины по имени Илья Емец. Запомнился своим обращением к коллегам, где официально заявил, что украинская система здравоохранения не готова к этапу лечения коронавируса. К сожалению, мы готовы констатировать, что медицинская система Украины не готова. По многим причинам. Проработав на посту министра здравоохранения менее месяца, Илья Емец был уволен. Его сменил экс-губернатор Одесской области Максим Степанов. В условиях пандемии новый министр управляет системой, в которой еще в 2017 году ликвидирована санитарная эпидемиологическая служба как таковая. Сделала это в рамках реформы американка Ульяна Супрун, что занимала пост министра здравоохранения Украины до лета прошлого года. А между тем, из Европы за последние два месяца на Украину вернулись более 200 тысяч заробетчан. На Пасху обычно возвращается еще больше миллиона. Можно представить себе, сколь нашпигована будет Украина коронавирусом, особенно в западных регионах. Вот пример человеческой трагедии, когда женщина в Тернопольской области, вернувшаяся с заработка в Италию и перезаразившая односельчана, умоляет соседей не сжигать ее хату и пощадить хотя бы детей и внуков. Тем временем украинские регионы стремительно обособляются. Закрыли себя уже Черновцы, Тернополь, Харьков на дорогах грабежи. Люди без денег, но с оружием, махновщиной попахивают. На таком фоне команду самого Зеленского сотрясает очень болезненный коррупционный скандал. Десятки часов видео выложил в сети народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Геолерос. Главный герой – Денис Ермак. Родной брат главы офиса президента Зеленского Андрея Ермака. На пленках видно и слышно, как брат Денис буквально торгует назначениями на госдожности, пользуясь неограниченными возможностями брата Андрея. Братья, очевидно, в доле. Девочка есть красивая. Она очень сильно хочет возглавить или ТРК Украина, или внешний экспоцентр. Вот, казалось бы, мировая эпидемия, пандемия, люди сплачиваются по всему миру для борьбы с угрозой злосчастного ковида-19. А российское телевидение вновь разжигает ненависть к украинскому народу. Уж, казалось бы, ну куда сейчас про Украину, когда в Москве очереди выстраиваются на улицах из скорых помощей? И, а нет, пропагандисты находят время говорить про Украину. Болтают о том, как всё там хреново. На себя посмотрите. У вас все врачи уже больны коронавирусом. Скоро русских будут лечить вновь прусские, как это было не раз. Самый я, тот самый Денис со скрытой камерой. И мы начинаем весь неделю. А вы, кстати, хотите ту самую девочку из ТРК Украины? Почему бы и нет? Всех, кстати говоря, с православной Пасхой. Поздравляю. А тех, кто ещё верует. Ну, а когда церемониал прошёл у нас, так давайте-ка начинать передачу. Понять и простить. Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 20%. Речь идёт про такие продукты, как чай, специи, консервы, макароны, хлебобулочные. Изделия и рыба также подорожают. Заявили в Роспродсоюзе. Досили неизвестной мне организации. При этом цены, скорее всего, будут подниматься в два этапа и в разные сроки. И тут внимание о двойном повышении цены на продовольствие уже согласились в федеральной антимонопольной службе. ФАС дало добро на подорожание цен. Дороже всех подорожает чай, кофе и какао. То есть всё то, без чего нельзя обойтись на зоне. И в условиях, когда зона – это твой дом. Для всех россиян дом – это зона сейчас. До 30 апреля. Конечно. А там могут и продлить. Конечно, потребление чефира в результате нахождения принудительного дома растёт. И на него, естественно, растут цены. Плюс к этому все они, чай, кофе, производятся, закупаются из-за рубежа. Где высок курс доллара и низок курс рубля. Всё это разгоняет цены, в первую очередь, в российских магазинах. На 15% подорожают мои любимые макароны и хлеб. Ведь дело всё в том, что даже если использовать наше российское муку и зерно, то товарищу надо красиво упаковать. А вот упаковку у нас не производят. Как раз я тут всех пугал ростом хлеба на 120%. Не волнуйтесь, оказывается, хлеб подорожает всего на каких-то 7% из-за подорожания транспортировки зерна. Торговые сети заявили, что в связи с коронавирусом откажутся от наценки, которая обычно достигает 25%. То есть прибавляет ещё 25% к росту стоимости макарон, хлеба и тому подобных изделий. И всё равно получается нехилая цена. А то, что сети отказались от наценки, это не более чем пиар-ход. Но самая жесть это рыба. Рыба подорожает на все 50%. То есть рыба и даже рыба зависит от валютных колебаний. Ситуация в рыбной отрасли России ещё ослабляется тем, что предприятия вынуждены тратить частично средства на дезинфекцию от коронавируса. А ещё, кажется, россияне любят покупать не нашу кильку в томате, а какой-нибудь зарубежный лосось или форель. Что же делать в такой ситуации? Элементарно вводить карточки для населения. По-другому никак. А иначе будет не понять и принять, как в заглавной статье известий, а стырить и своровать. Как прям в лютых 90-х. Да, люди уже сейчас в России начали нападать на старух с авоськами в руках и воровать у них продовольствие. Стали грабить курьеров с едой. То ли ещё будет ой-ой-ой. Понятно, желание властей сдержать в рост цен на социально значимые товары и верхах уже заговорили об замораживании цен. Но это всё приведёт только к пустым полкам в магазинах и к разгулу чёрного нелегального рынка, который живёт по своим законам в России. Гречка уже выросла на 200%. Стоила 23 рубля. А сейчас, например, в городе Брянск стоит 62 рубля вместо 23. Так что все те, кто смеялся над теми, кто закупал гречку впрок, сейчас сидят с голодными животами. А что же касается этих этих идей за туалетной бумаги, тут мне вспомнилась эфир Юлии Латыниной. Не помню какого числа, но 2019 года. Там она говорила про Менесуэл и рассказывала, что люди в очередях стоят. Зачем? Правильно, за туалетной бумагой. И даже за, внимание, испорченной туалетной бумагой, что, конечно, фу-фу-фу, как противно. А что... И что около венесуэльских торговых центров много солдат. Вот у нас пока ещё разгладие не стоит около торговых центров, но с таким повышением цен обязательно будут стоять и выдавать просроченную туалетную бумагу втридорого. Помните, да, нам тогда рассказывали, что вот коварные американцы обрушили цену на нефть и надо помочь Венесуэле. А что в итоге... А что же в итоге? А в итоге Роснефть вынуждена была продать активы венесуэльской нефти. Так что впоследствии неграмотных экономических решений правительства и лично Путина, ну, скорее всего, здесь Сечина, сейчас можно видеть, приходя в магазин. И слушая ту самую программу код доступа на эхо Москвы-латыниной за 2019 год, я думал, да у нас такого в стране не будет, что будет очередь из-за туалетной бумаги. Ну, все в России может быть, но очередь из-за туалетной бумаги. И это какой-то... Ну, привирает четко видно. Но нет, нет, это сейчас, вот сейчас творится. Ну, пока не творилось. В России уже стало все, как в Венесуэле. И президент у нас еще, кстати, говорит, тот еще Мадуро. Все, что говорила Юлия Латынина про российскую экономику, оказалось правдой. Цены выросли. Очереди за туалетной бумагой. И теперь покупать продовольственные товары не удовольствие каждому россиянину. А особенно кофе и чефир. Ну, то есть чай. Тринадцать, да, минут. Самодурство нашего премьер-министра вновь зашкалило на этой неделе. Люди уже по Медведеву начали скучать. Смотря его ролики в интернете, от что-то действующего новоиспеченного премьер-министра, то Мишузин заявил об серьезном ударе по бюджету из-за коронавируса. Премьер заявил, что из-за коронавируса Россия будет недополучать в бюджет большой объем доходов. Что он нанесет серьезный удар по бюджету, который недополучит доходы нефтегазовые. И не нефтегазовые. В этом году и это серьезный удар по бюджету, заявил премьер-министр. Тот, что бюджет дышит наладом, я нисколько не сомневаюсь. Я в открытую предсказываю дефолт уже в августе. Но я сильно сомневаюсь, что это все происходит из-за коронавирусной инфекции. Это все происходит из-за разрыва России сделки ОПЕК+. Из-за наращивания добычи нефти в Саудовской Аравии и вытеснения саудитами российской нефти с рынков Европы. Вот из-за чего на самом деле бюджет страдает. А вовсе не из-за коронавируса. Но наш Устин этот современный Берия, как опытный партапаратчик, перекладывает все грехи, все огрехи, все провалы членов правительства, в частности с нового министра энергетики, по сути, на форс-мажорные обстоятельства. Мол, не мы такие управленцы плохие, а вирус во всем виноват. Вот он что делает с экономикой. То же самое делают и главы регионов. Война, мы помним эту поговорку, все спишет. Ну да, ну да. Дальше Мишусина понесло во все тяжкие. Мишусин ответил, что правительство мониторит ситуацию каждый день 24 часа, 7 дней в неделю реагирует и разрабатывает дополнительные решения по поддержке экономики. Так-то оно так. Но тут возникает тоже сомнение. Например, почему в список предприятий, которым будут оказывать финансовую помощь, попадают всякие левые букмекерские конторы, с серыми схемами и забегаловки, как бы помягче выразиться, скажем так, нерусского производства. То есть правительство поделит рублем забегаловки условно не какую-то там русскую блиницу или сибирский пельмень, а канадский Макдональдс, американский КФС и тот же американский Бургер Кинг. То есть своим рублем, не своим, естественно, рублем, а рублем из налогоплательщика правительство поддерживает забегаловки западного образца. И как теперь вещать о духовных скрипах российских? Большой вопрос. То есть предприятия Запада, работающих в России по франшизе, будут поддерживать, а исконно российских рестораторов нет. Но, не, ну, вдумайтесь, российским рублем Мишутин поддерживает еще раз американскую забегалку, в то время как чисто русские рестораны терпят многомиллионные убытки из-за зарплета осуществлять свою деятельность в пик эпидемии. Потом Мишутин высказался против сокращения ЕГЭ до одного экзамена. Ну, не знает он про Италию. Когда там учебный год закончился и не стали проводить экзамены, а в дипломы написали те оценки, которые были у учащихся на момент начала эпидемии в Италии. А что итальянское министерство образования поступило довольно разумно? У нас же не поймите что. Дистанционное обучение зачем? Чтобы потом летом ребята пошли сдавать обычный экзамен в школе. Но вред же! Зато у Мишусина дети учатся дистанционно, в шикарных условиях. Им, конечно, хорошо. Плохо тем, у кого связь плохая. И тем, кто не может себе позволить ноутбуки и телефоны с интернетом. Они, скорее всего, сдадут ЕГЭ на 0,0 балла. Мишустин заявил, что, ну, дети же хотят сдавать ЕГЭ, но почему мы должны его отменить? Алло, премьер! Дети хотят сдавать ЕГЭ только для того, чтобы поступить в ВУЗы и откосить от армии. Да и эта проблема с ЕГЭ решается на раз-два. Всем выдаются дипломы, а дальше вступительные экзамены пусть будут онлайн. Или по собеседованию в масках на выбор. Нет, говорит Мишустин, ЕГЭ обязательно будет. Самая действительно серьезная проблема в условиях мировой эпидемии, и это как сдать ЕГЭ. А тем временем злосчастный коронавирус шагает по стране и убивает тысячу россиян. В топ-3 по заражению коронавирусной инфекции выбились Москва, Московская область и Санкт-Петербург, с чем я вас всех поздравляю. Больше всего болеют в Магаданской, Карельской и Камчатских областях. Их я уже поздравляю без всякого сарказма. Так что все едем в Магадан. Там меньше всех заражений. Едем в Магадан. Однако и то, что в Магадане меньше всего зараженных коронавирусом. И это вызывает сомнения. Не только по Магадану, но и по Краснодарскому краю. где занижаются данные по больным коронавирусной инфекции. А остальные регионы, наверное, тоже занижают данные. Но самое удивительное то, что Мишутин нашел время во время эпидемии все это рассказать. То есть встретиться с членами Государственной Думы. Вот казалось бы, решая проблему с эпидемией. Нет. Я должен встретиться с главными фракцией Госдумы. Зачем? Зачем? Что они могут? Вот эти депутаты сами заразились на этой неделе. Вот депутаты Московской Городской Думы заразились. Они не знают, как побороться с этой инфекцией. Работай, премьер. Действительно, как я сказал, 23 часа в середине недели, чтобы к лету россиянин смог выбраться на дачу. Чтобы не было блокпостов. Нет. Я встречусь обязательно. Мне надо ну как помягче выразиться, поговорить с членами Государственной Думы. В частности, встретиться с Жириновским. Я, подчеркну, я не против встречи с подонком, ублюдком, однозначно. Ну так пусть Мишустин держит слово и бдит за ситуацией с коронавирусом в 24 часа в день и в день, а не болтает с членами Государственной Думы с чаем. Не до этого сейчас все должны бороться с коронавирусной инфекцией, а не будете бороться. Ваши дачи все будут простаивать. Я уж не говорю про сельхозхозяйственные угодья. Ну в общем, угроза голода нависла как никогда. А самодурство премьер-министра России зашкаливает. Идем дальше. Виноватые печенеги энд половцы. Рунет отреагировал на треки обращения Путина к народу по ситуации с коронавирусом. Это все напоминает сказку Пушкина. Третий раз старик в море закинул сеть. Ловись, рыбка большая и маленькая. Ловись, злосчастный долгожданный антидот от коронавируса окаянный. В своем третьем обращении к народу Путин пообещал ну прям вот сейчас вот прям вот на днях победить коронавирус и сравнил эпидемию с нашествиями половцев и печенегами. И печенеги терзали страну и половцы и эту заразу победим вместе. Все мы преодолеем заявил наш президент третий раз обращаясь к гражданам. И начал тут всякие сказки при Бауточке рассказывать. Зарплата врачам 80 тысяч в месяц. Отсрочка на уплату налогов до трех месяцев. Социальные фонды до шести месяцев. Для безработных 12 тысяч рублей. Нате вам с барского плеча. Еще 3000 рублей дополнительно тем, кто не имеет работу, но имеет детей. Как в прямом, так и в переносном смысле. расширение каникул по выплатам за потребительские кредиты, расширение будет каникул по выплатам за потребительские каникулы. А тут-то как раз и сказочный конец. А что ж народ? А народ подохренел от третьего обращения Путина. И вот что пишут. Некая Альфина пользователь твиттер, ну тут все пользователи условно из твиттера в статьи BBC проведены, но тем не менее. Альфина пишет, что Путин то и не знает, что печенеги в Россию вернулись прямиком из 11 века. Фурфура отвечает Альфина, а ты мол не знала, легла спать, а тут Россия войну печенегом объявила, который со слов Путина разносит по России этот коронавирус. Стендап комики откровенно высмеивают третье обращение президента шуткой, что природа так очистилась во время эпидемии, что в Россию вернулись печенеги. Пользователи твиттера Анатолий Нуточкин, ну пусть будет Нуточкин, не суть важна какая фамилия, как всегда Резона замечает, что надо вернуть недра нефти и газа народу, тогда и меры по поддержке бизнеса не нужны будут. Пользователь Якубович Якубинец есть и такой, пишет, ой, как бы печенегов не пропустили, ой, как бы печенегов не пропустить с половцем, не допустить их к печеньям. Виктории Виктории, ну, к печеньям Виктории Нул, конечно. Пользователь Зудайкин задает вопрос Путину, а какие печенеги, юбилейные или овсяные, не удумевают, и профессиональные политики от третьего обращения к Путину. Алексей Навальный пишет, что сколько можно ждать, прежде чем Единая Россия выделит 15 миллиардов рублей на празднование очередной победы над печенегами эндполовцами. Да что ж, да уж, чтобы победить коронавирус, надо 9 мая провести парад победы не только над фашистской Германией, но и над печенегами эндполовцами. Вот главный посыл третьего обращения Путина, а вовсе не борьба с коронавирусом. Однако я рад, что Путин все-таки вспомнил, что в истории России бывало всякое действительно, и не только Великая Отечественная война, но и другие страницы нашей истории. Например, то самое нашествие печенегов в каком-то там 308 году. В принципе, Путин про печенегов и половцев назвал заувалированно так Единую Россию и чиновников на местах. Такое может быть. То есть, он имел ввиду не печенегов и половцев как врагов России из-за рубежа, а своих людей, которые дербанят экономику. А дальше больше в четвертом и пятом обращении я напомню, что про коронавирус Путин будет рассказывать про французов, про татар-монгол. Все это говорит о том, что наш президент открыл наконец-таки учебник истории за пятый класс. И это вам и мне ха-ха. но над ним уже смеются весь мир. Весь твиттер? Оказывается, после третьего обращения Путина вдруг выяснилось, что те самые печенеги, которые разносят по стране коронавирус, помешали Овечкину Ланхайел забить 800-й гол. И печенеги приложили плитку по 150 раз в Москве принудительно, на это своровав деньги из бюджета. Оказывается, что печенеги эндполовцы сотворили тяжелые последствия с больницами, которые сейчас есть и все из-за войны с князем Игорем Святославовичем. Это все, конечно, шуточки и хахоньки. А теперь серьезно, реально серьезно, Путин начал говорить про каких-то печенегов и половцев, про прошлые баталии, но российское прошлое отвоевали даже деды и прадеды. А в случае с печенегами, то и вообще прашуры. А правительство Путина вот такими вот обращениями лишь разрывает страну до куски. Работодатели испугались, бросили народ и свои предприятия. Малый бизнес уже откинулся вперед ногами, что называется. Работодателю сейчас нужна как никогда поддержка государства и не по 12 тысяч рублей на каждого работника, а по все 15 тысяч. нужно срочно вкладывать деньги в ценные бумаги. Вместо всего этого выходит Путин и говорит про печерегов и половцев. такими темпами отстраивать будут не экономику, отстраивать будут не экономику, а банки, которые все-таки разрешили работать в Москве, но не знаю в каких регионах. То есть из-за третьего обращения Путина будут работать только банки. И конечно же вот это печенеген полевца это все было жутко дико смешно и вы сами можете в BBC вот это самое все шутки прибаутки вот прочитать. Печенеги энполовцы. Что там со временем? 31 Пожар в колонии Ангарска, который устроили заключенные во время во время бунта. вот оно народное восстание уже началось и все из-за коронавируса сильнейший произошел пожар сильнейший пожар конечно произошел ночью в исправительной колонии номер 15 в Ангарске который был виден на весь город. Это заключенные устроили естественно а кто же еще? Пламя было сначала на лесопилке а потом оно раскинулось на бараке зэков. охватив площадью 30 квадратных метров из-за этого даже перекрыли старый московский тракт ведущий в сторону Иркутска. Обстановка в 15 колонии была взята под контроль местными инковидистами сотрудниками Гуевсин под утро 11 апреля. Следователи возбудили дело по статье дезорганизация исправительных учреждений хотя взбунтовавшимся с зэком к уголовным делам не привыкать. О пострадавших и погибших информации нет. Ну чтобы всякий там правозащитников лишний раз не нервировать. А все еще началось 9 апреля когда осужденный с отрицательной характеристикой сидя в штрафном изоляторе в ШИЗО воспротивился личному опуску сотрудников ВСИН которые явно до него домогались. Он устроил дебош откинул сотрудников ВСИН и подстрекал ну и начал подстрекать остальных зэков. Так гласит официальное расследование и начался из-за этого пункт бессмышленный и беспощадный в лучших традициях российского вороскового государства. Осужденные разбили камеры видеонаблюдения напали на сотрудников колонии и сами себя конечно без участия карательных бригад ВСИНа наносили сами себе повреждения что уже смешно. Но благо сотрудники ВСИН в накладе не остались и тоже сами себе нанесли повреждения и сами себя отвезли в больницу. На место выехал спецназ ВСИН и всех покарал своими даже не дубинками а огнестрельными пушками автоматами Калашникова. Начал бродить по колонии и расстреливать всех направо и налево. А при чем же тут коронавирус прости вы? А это самое интересное дело в том что незадолго до бунта в ангарской колонии номер 15 новая газета да та самая новая газета где Латынина пишет писала что в исправительной колонии номер 15 ангарска зэки все как один больные у них кашель температура подозрения на коронавирус все симптомы у них коронавирус но никакие тесты зэкам не делают не положено пишут в личных делах обычной ОРВ причем тюремные лозоветы заполнены сверху донизу и симптомы совпадают с коронавирусом и кашель но из-за карантина и режима самоизоляции к осужденным не допускают никого ни адвокатов ни прокуроров ни правозащитников никого что под предлогом эпидемии и борьбы с коронавирусом позволяет сотрудникам ВСИНа делать с контингентом колоний все что душе угодно и никто их проверять не будет потому что колонии закрыты карантин осужденных никто не придет проверять и проведать ибо еще раз карантин к счастью есть такие люди как Ольга Романова российская журналистка журнала собеседник которая дозвонилась до одного из заключенных в горящей ангарской колонии номер 15 которые этот зэк Ольге Романовой рассказал как сотрудники ВСИНа убивают предположительно зараженных коронавирусом заключенных по всей территории колонии везде валяются трупы так ВСИН а если посмотреть шире наша власть борется с коронавирусом предпочитала убивать тех кто заражен совсем скоро как в обители зла будет два апокалипсиса на такие вот зараженные коронавирусом территории как исправительная колония номер 15 или там город Херой Москва сбросят атомные бомбы потому что властям не удается мирными способами решить проблему эпидемии а потом в эфире каких-нибудь федеральных каналов например Россия 1 естественно естественно вечер с Владимиром Соловьевым где-нибудь под Санкт-Петербургом эксперты с первого рта в каких-нибудь 60 минутах будут доказывать что так и надо было дезинфицировать Москву исправительную колонию номер 15 скинув атомную бомбу но пока до этого дело не дошло и просто спистас всех зараженных зэков расстреливает что же до 15 колонии то там спецназ уже зачистил 300 зэков тотальная дезинфекция в 15 колонии продолжается и по сей день зэков заливают водой имитируя удушение и скармливают бойцовским собакам и так происходит по всей России есть есть версия о том что сотрудники исправительной колонии номер 15 по Донградскам проводили медицинские опыты над заключенными но так ли это я не знаю а тем кому положено знать у них пустота в голове и бессмысленные жестокости крути сидящий как в полной самоизоляции так и в тюремной самоизоляции а тем временем сотрудники ФСИНа последние забирают у родственников заключенных исправительной колонии Польша происходит с российским в российском бесправном государстве абсолютного вранья и жестокости бунт колонии на фоне коронавируса из-за коронавируса видите никакую медицинскую помощь от коронавируса не оказывают и они естественно взбунтовались так что первый бунт из-за коронавируса в России уже произошел и он произошел в колониях Трамп наконец-таки перестал ломать комедию и объявил режим чрезвычайного положения во всех без включения 50 штатов США там у них режим ЧС называется режимом крупного бедствия и это конечно же в первую историю по последним данным США коронавирусом заразились 50 500 тысяч человек скончались 20 тысяч США вышло на первое место по числу жестов от инфекции ковида 19 весь мир от президента США ждет решительных действий по борьбе с инфекцией то есть сейчас в Штатах нет такого что в Москве почему-то вводят пропуска на весь город а в какой-нибудь Хакассии можно гулять смело заражая всех и вся коронавирусом нет в Штатах не так Трамп ввел режим ЧС по всей стране тут-то мне скажут наши ура патриоты и откровенные добоящуры мол смотри Денис сколько заболевших в Штатах и сколько в России Путин там молодец ну что ж давайте разбираться население США 330 миллионов человек в то время как у России число населения 150 миллионов число населения в США элементарно больше и от всех 33 миллионов там лишь 20 тысяч погибло то есть от 330 представьте 330 миллионов погибло даже не 50 а 20 тысяч это уже много но это не так много 500 тысяч заряжены это 1 2 процент населения и и там все это всего лишь 1 процент населения и тем не менее из-за в Штатах то погибли от коронавируса тем не менее из-за этого переполошились плюс к этому нет никаких оснований не доверять американской статистике у нас же людям пишут осознанно что там в личных делах в медицинских картах ОРВИ или двухсторонняя пневмония чтобы не портить статистику да есть чем с патриотами согласиться я согласен что Трамп действительно просрал начало эпидемии что есть то есть но он собирается что-то делать в отличие от Путина начал что-то делать Трамп не отправлял всех на карантин за свой счет все расходы вот сейчас с этой минуты берет на себя американское государство по разным бизнесам которые закрыли в период чрезвычайного крупного бедствия еще раз что на мой взгляд довольно поздно это сделал Трамп и поэтому столько число умерших но о чем это еще раз говорит что многие американцы элементарно не сидели дома а путешествовали они могли себе это позволить вот и заразились плюс к этому очевидно что Трампу не удалось к моменту начала эпидемии перенести все производство из Китая к себе в страну вот многие американские работники работодатели и работали на китайских предприятиях в Ухане в Пекине в других городах Китая естественно заразились естественно привезли эпидемию к себе в страну а расисты эти кровавые патриоты России им только в радость им доставляет несказанное садомазохическое удовольствие видеть слышать эти цифры статистики по смертности в США от коронавируса такие люди не понимают элементарных вещей что смертей в США больше потому что там тупо население больше и там никого и там никто не вычитает из зарплат медиков по тысяче рублей на костюмы химзащиты теперь же от сравнения к тому а что же дает этот самый режим масштабного бедствия а элементарно это позволяет штатам как субъектам государства использовать финансирование центра то есть федерации на ресурсы медицинские маски оборудование и так далее нет все так такого что выходит президент США и говорит а пусть губернаторы решают что им как делать и на сколько карантин вводить нет Трамп взял всю ответственность на себя за всю страну у нас же Путин за коронавирус все спихнул на региональные власти посмотрите там в Соединенных Штатах цель авианосец переоборудовали под медицинские цели у нас кто-нибудь крейтер Москва переоборудован будет переоборудовать на Черноморском флоте в Крыму нет да нет конечно пусть лучше в России все передохнут от АРВИ чем запишут что это был злосчастный коронавирус можно также подумать что такое количество умерших и заболевших в Штатах от того что там платная медицина а тут у России она типа бесплатная но вирус это все равно какая система медицины в стране с ним сейчас никто не справляется потому что нет вакцины но кто-то как Трамп хоть что-то делает а кто-то как Путин из-за монополии тест-систем предприятия Вектор заражает коронавирусом всю Новосибирскую область так что делайте выводы россияне где хуже а где лучше а лучше всего как оказывается в Германии где сочетается преимущество как платной медицины так и бесплатной медицины так что всех 9 мая скоро на фоне этого коронавируса 22 июня будем отмечать будем отмечать на сайте мэрии москвы открылся доступ к оформлению цифровых пропусков в режиме хрен знает какое положение ибо ЧС ЧП у нас по-прежнему упорно не водят но в Москве уже вводят пропуска пропускной режим в Москве вводится с 15 апреля в трех видов для поездных для поездок на работу в медицинские учреждения и в личных целях для тех у кого в эти непростые условия оканавилась работа для тех кого государство еще не кинуло отдыхать за свой счет до 30 апреля но обязательно кинет для них проезд пропуск по городу не ограничен для тех у кого пошатнулось здоровье пропуск выдается лишь на один календарный день потом его условно надо будет получить и для поездок в больницу и так каждый день вплоть до 30 апреля это минимум а то может быть и до лета и до осени для поездок в иных целях например к больному родственнику также отводится один день по пропуску но если в больницу ты можешь поехать хоть каждый день в личных целях пропуск можно будет оформить только два раза в неделю например в среду и пятницу чтобы оторвать от дома свою задницу и уже естественно активизировались мошенники они предлагают оформить якобы пропуск через социальные сети у москвичей должен быть по себе не только пропуск оформленный в электронном виде но еще и паспорт также строго на строго строго на строго прям как в сказках будут спрашивать пропуск не только у тех кто поехал на свои ласточки ну то есть на машине но и у тех кто предпочел общественный транспорт личному автобусы электробусы электрички и метро в них будут заходить полиция ДПС ППС и все будут проверять и штрафовать проверять и штрафовать об ведении пропускного режима мэр Москвы Сергей Собянин сообщил еще 10 апреля специально чтобы создать москвичам неудобство ибо тупые москвичи стали активно все выходить и выходить на улицу в Москве зафиксирован самый большой приток людей на улицу и самый низкий режим самоизоляции и полной деградации и заодно выросло число поездок на такси куда спешим москвичи так что держите штраф и пропускной режим Собянин пошел на жесткие меры не только из-за того что москвичи вышли на улицу но из-за того что система здравоохранения Москвы а мы с вами понимаем что это самая передовая система в России и тем не менее она уже перегружена а что творится в регионах страшно подумать но теперь по мнению московских и подмосковных властей даже электронные даже элементарная поездка на дачу опасна для вашего здоровья для здоровья граждан дожили догулялись сановоды любители и до ведения спецпропусков в Москве может быть еще ведение спецпропусков в Москве и отработки сценария угрозы смещения власти не будем забывать что это столица бордера город херой москвамат такие меры как пропуска специально принимаются против вас и вирус это лишь повод ограничить перемещение по Москве а вот сайт на котором выдаются спецпропуска глючат его специально обрушивают чтобы москвичи не имели возможность оформить законы пропуск для оштрафования каждого да пополняй для оштрафования за выход на улицу но штрафуй не штрафуй из-за отсутствия пропуска или за его присутствие москвичи все равно отмечают что в автобусах маршрутках много народа и никто социальную дистанцию в полметра не соблюдает вот поэтому и вводят как раз таки пропуска а полицейские вольно или невольно сами разносят вируса ибо они подходят к гражданам на дистанцию менее полтора метра дабы оштрафовать власти полицейские делают это специально я еще раз напомню что Москва это самый непокорный к Путину регион и поэтому то есть в Москве меньше всего рейтинга на прием путинского режима и естественно для Путина важно чтобы как можно больше москвичей унес этот самый коронавирус с этого света на тот свет если не от вируса то от нахождения в четырех стенах месяц два и так далее причем власти в Москве не погиб не погибают как афобить пропуск лица приклодного возраста еще не старикам но лица приклодного возраста которые не понимают что такое QR-код и не могут отличить QR-кода от снился Собянин тот еще оленевод и он вас всех москвичей так и будет пасти с этими пропусками что баба не горуй единственный выход у москвичей это сплавиться по Москве реке ту и еще не перекрыли затихли новости 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 а вот помните когда в том сезоне лживых вестей 2018 2019 года я орал что цены будут расти а зарплаты будут падать они писали что за херню ты несешь а вот я оказался прав проценты мы уже говорили что они выросли на 20 15 а то и на 50 процентов а теперь про зарплаты и вот моим словам о том что зарплаты будут падать нашлось подтверждение в статье известий я был максимально толщин в своих оценках потому что четверть российских компаний планируют снизить зарплаты и это в условиях 20 процентного роста цен на продовольствие причем если вам сократят зарплату это еще вы легко отделались снизить российских компаний думает сокращение персонала то есть вы то есть вас вышвырнут на улицу обязательно будут вышвыривать на улицу тех кто голосовал за Путина в 2018 году что довольно забавно если вы думаете что итог менеджера пострадает зарплатами более 300 тысяч рублей то спешу вас огорчить в первую очередь будут увольнять рядовых сотрудников и это преимущественно молодежь которая в силу своего возраста еще не сумела достичь каких-то высоких должностей и они пойдут на улицу именно поэтому у них популярен не Путин а Навальный ибо Путин создал такую систему что при кризисе в первую очередь увольняют молодых и рядовых сотрудников фирм в пятой фирме уже сократили количество работников работодатели отмечают что положение их фирм на рынке ухудшилось самая занятость сейчас творится в сфере услуг общественного питания так общественного питания питания туризма спорта и культуры конкретно выставок плохо дело обстоит и в гостиничном секторе явное дело во всех ясное дело во всех этих сферах без работы без существования останутся более миллиона человек и как вновь символично в России это произойдет скорее всего к первому мая к дню солидарности трудящихся которые еще празднуют в России чтобы не разориться совсем бизнесы ждут поддержку государства того самого государства которое разоряло бизнесы в году знакомого Путина и его сослуживцев из КГБ и ФСБ и естественно что государство это пока не сформулировало полный всеобъемлющий пакет мер поддержки бизнеса не только из-за корысти государственных персон но из-за того что даже в Кремне не знают а что будет дальше с этим самым коронавирусом в российской экономике и если вот Китай поэтапно решал эту проблему сначала боролся с вирусом а сейчас борется с экономическими последствиями этого самого вируса то на Россию нахлынуло все и сразу плюс к этому никто не отменял санкции за 2014 год и аннекс Крыма так что российский бизнес страдает вдвойне а то и втройне от этого самого вируса и он не видит свет в конце тоннеля в конце тоннеля овраг для российского бизнеса я имею ввиду при этом под словом бизнес я имею ввиду бизнес не дербания наших недр в угоду газа нефтяникам а нормальный средний и малый бизнес а так имеем то что имеем будем жить еще гораздо более нищей бедной России чем сейчас в скором времени даже соль у вас будут отбирать в пользу естественного государства вот она новая подразверстка вот оно новое раскулачивание под самый кризис власти вела новые налоги до чего дошло то в России уже не осталось производств с рентабельностью они все жутко закредитованы а кредит это отдавать надо никто предприятие от выплаты не освобождал но при этом предприятие принудительно закрыли на карантин на фоне этого Става Ельцин то есть Навальный рвется к власти рейтинг у него растет и растет а вот точно падает потому что работодатель и работник наконец-таки в кризис прозревают Россия стремительно из государства где бы ну хоть какой-то бизнес превращается в анклав полезных ископаемых а производство стоит в руинах духовных скеп которые которых нет и это вся страна видит что духовных скеп нет потому что когда позакрывали храмы и попы были вынуждены глаголить что же что и власти оставайтесь дома не ходите в церковь в такой ситуации непонятно что делать но понятно одно что предчувствие апокалипсиса в библейском смысле уже у многих верующих есть ведь даже храмы позакрывали на пасху и на вербные вот такие вот вести ну что ж мне осталось вас всех только поздравить с паской христос воскрес как говорится воистину воскрес так что попрасывайте напоследок что называется ну нет у нас у нас есть еще минута и ох по поводу себя самого как же я устал от этого карантина во первых я нарушаю карантин я гуляю на улице потому что с родными сидеть это целая мука это такая мука мы чуть не поубиваем друг друга я возьму нож и точно кого нибудь из родственников пришиву потому что уже достали уже сил нет терпеть этот карантин это просто ад просто ад какой-то ооо бать говорит что это божье испытание ну не знаю не знаю может быть и так конечно но точно знаю одно что это испытание я не в силу выдержать ну что ж дай бог вам всем терпения и мне тоже ох это просто самоизоляция это это один из самых тяжелых месяцев в моей жизни еще того же у меня и отец кашляет и хотя бы не хочет сдавать тест на коронавирус и возможно и он заболен но в общем все не сладко все очень даже не сладко ну надеюсь после Пасхи этот самый злосчастный коронавирус пройдет вот теперь до свидания пока пока